Добрый вечер в столице России, Москве, 20 часов 5 минут. Это радио Финам-ФМ. Мы продолжаем работать в прямом эфире, как обычно, по четвергам. Сейчас программа «Искусство возможного» в студии Роман Бубаян. Тему сегодняшней программы я сформулировал для себя следующим образом. Афганистан, 25 лет вывода советских войск, точка, история одного солдата. Когда я принимал решение о том, на какую тему делать сегодняшнюю программу, естественно, информационным поводом послужила именно годовщина, 25 лет вывода советских войск из Афганистана. Если говорить уж совсем четко по датам, то это произошло 15-го. По крайней мере, принято считать, что это произошло 15-го февраля. Но на самом деле, 15-го февраля просто последний наш бронетранспортер оказался на территории Советского Союза в Термезе, пройдя по вот этому знаменитому мосту. Эти кадры, наверное, помнят очень многие из нас, когда генерал Громов встретился со своим сыном, и вот он уходил одним из последних из Афганистана. Но на самом деле, процесс вывода наших войск начался значительно раньше, и поэтому мы спокойно можем говорить об этом и сегодня, за неделю до даты, скажем так, официальной. В Советский Союз отправил в Афганистан солдат после многократных настоятельных просьб нового афганского руководства, положение которого было достаточно неустойчивым. Дело все в том, что афганское руководство ощущало в те дни все большее сопротивление народа своим слишком резким и непродуманным социалистическим реформам. Кроме того, в регионе росло влияние Ирана, где только что произошла исламская революция. К тому же, интерес к Афганистану проявляли и Соединенные Штаты, а тогдашний руководитель Афганистана Хафизул Амин был не прочь, собственно, наладить нормальные отношения с Соединенными Штатами. Это нам, естественно, нам это Советскому Союзу не нравилось. И все шло к тому, что без решительных действий мы могли тогда потерять на своих южных границах традиционно дружественное нам государство. Во всяком случае, так тогда казалось нашему советскому руководству. Ну а что было дальше, всем известно, это 10 лет боевых действий и затем уже последовавший за ними вывод советских войск. Потом было падение просоветского режима на Джабулы с казнью его самого и резкий переход Афганистана под власть радикальных исламистов. Это, так сказать, явные итоги этой афганской войны. А скрытые состояли в том, что война в Афганистане послужила, как считают, по крайней мере, очень многие эксперты, катализатором распада Советского Союза. Она же положила начало такому понятию, как международный терроризм, а через него стала влиять на общую обстановку в мире и влияет до сих пор. В самом Афганистане мира и спокойствия как не было, так и нет. Центральная власть контролирует только Кабул, я думаю, что, наверное, и не весь город. А что там делают американские войска, по крайней мере, для меня остается загадкой. Афганистан стал мировым центром производства наркотиков, приютом террористов и головной болью всего мира. Вот это вот картина того, что из себя сегодня представляет Афганистан. И теперь про историю одного солдата. Хочу рассказать эту историю. История, мне кажется, очень интересная. Это случилось 10 лет назад. Я тогда работал на Первом канале и съемочная группа Первого канала программы «Время». Мы выехали в командировку в Афганистан для того, чтобы подготовить репортаж о 15-летии, к 15-летней годовщине вывода наших войск. Полетели мы туда не одни. С нами, значит, полетели ребята из Тольяттинского отделения воинов-интернационалистов, Союз воинов-интернационалистов, это организация, которую возглавляет Руслан Аушев, тоже, собственно, человек, прошедший Афганистан. И основная задача нашей экспедиции, мы должны были найти останки наших солдат, похороненных в Афганистане, которые там погибли во время боевых действий или которые были убиты маджахедами после того, как какое-то время находились у них в плену. И вот эти останки мы должны были привезти и перезахоронить уже в России. Прилетели в Кабул, разместились. Это тоже интересный момент такой. Думали долго, где бы нам жить. И сняли небольшой дом в центре города. Ребята все, которые с нами полетели из этого Союза воинов-интернационалистов, все бывшие десантники. И вы представляете, то есть 15 лет прошло с момента вывода наших войск. И вот мы прилетаем в Кабул, селимся в этом доме и на этом доме вывешиваем флаг воздушно-десантных войск. И нормально. И никаких проблем. И никто не стреляет. Хотя все прекрасно знают, что это за флаг. Буквально через два дня нашего пребывания в Кабуле, после того, как мы утрясли некоторые технические моменты с нашим посольством, потом мы выходили на афганское руководство для того, чтобы получить на руки так называемое разрешение для эксгумации останков наших солдат и точные адреса, где находятся эти захоронения. И вот два дня мы потратили на это и после этого выдвинулись в Паншер. Паншер. Потрясающая история. Бесподобные совершенно места. Очень красиво. Но 10 километров в Паншере можно проехать. Есть такие участки, что 10 всего-навсего километров можно ехать 10 часов. То есть дороги нет просто. Просто не существует. Но тем не менее мы туда добрались. Приехали в Паншер. Доехали даже до нескольких кишлаков, которые находились высоко в горах. Имея на руках эту бумагу со старейшинами этих кишлаков, собственно разговор был такой достаточно уже дружелюбный, нормально нас там встретили. Дали проводника и мы поднялись в ледниковую зону. То есть это практически вершина горы. И вот в районе этого ледника, значит, вот этот проводник нам показал место, где был похоронен наш солдат. Мы раскопали тогда эту могилу. Они нам помогали, местные жители, раскопали могилу. Останки этого парня в спортивном костюме. Вот тот, кто помнит советские времена, наверное, и помнит эти спортивные костюмы. Вот эти синие шерстяные такие костюмы с двумя белыми полосками, да, на штанах и, собственно, на куртке. Вот, вот, ткань даже не разложилась. То есть вот эта температура минусовая. Ну, ледник, вечная мерзлота практически. Выкопали, значит, останки этого парня. Местные рассказали историю. Это наш солдат, который на протяжении, по-моему, восьми месяцев, если я ничего не путаю, значит, он находился в плену. И после этого они его расстреляли. Расстреляли и похоронили. Ну, а так как это вот обычные крестьяне, которые живут в этой деревне, в которой в свое время находились и боевики, они, собственно, на их глазах все это и происходило. Они четко показали место, где он похоронен. И вот мы, значит, останки этого парня упаковали в специальные такие ящики и спустились с гор снова вниз. Потом уехали, скажем так, в сторону северных территорий, то есть проехали через перевал Саланг. И еще одно захоронение. Не буду про подробности, как убивали нашего пленного парня. Его просто сожгли, на самом деле, в бочке. Заполнили бочку бензином, сожгли. Они его даже не расстреляли. И останков никаких не было. Но у нас была информация, что у этих вот местных жителей, вот Кишлака, где все это произошло, что у них есть какие-то его документы. И действительно, они там и документы нам передали, там несколько писем было. Из этих писем было ясно, кто он, что он, откуда родом. Передали нам эти письма и передали в военную форму. И вот с этими вещами, значит, мы снова на перевал Саланг. Идем, караван из четырех джипов. Перевал Саланг. Поднимаемся, поднимаемся на, уже на самую вершину, собственно, там, где пробит туннель. А туннель через перевал Саланг, он известен, этот туннель. Его делали московские метростроевцы. И печально известен он тем, что во время боевых действий, когда шла война, шла колонна наша, и маджахеды, ну, классическая схема, они подбили первую и последнюю машину в этой колонне. И, соответственно, колонна была остановлена в самом туннеле. Никто из командиров не отдал приказ заглушить двигатели. И очень много наших солдат просто задохнулись от выхватных газов, погибли. И вот мы въезжаем в этот туннель, проезжаем его, спускаемся вниз. Спускаемся вниз, и на той стороне, на той стороне город, ну, это я называю это городом, потому что я не знаю, как, в принципе, можно назвать. Но это не город, конечно, в нашем понимании. Совсем ничего похожего на город. Ну, скажем так, населенный пункт. Называется он Пулихумри. Мы останавливаемся в Пулихумри возле Дукана. Это маленький магазинчик, палатка. Палатка. Остановились только потому, что, во-первых, устали от этой тряски и решили просто постоять там спокойно, как говорится, без тряски перекурить, там выпить водички. И в этом Дукане, значит, покупаем у Дуканщика Кока-Колу. Он нам ее продает. Я еще обратил внимание, что у него там на прилавке лежит сгущенка. Думаю, купить, не купить эту сгущенку. И вдруг сам Дуканщик к нам подходит. Мы стоим с оператором, разговариваем. Он подходит и начинает разговаривать с нами на чисто русском языке. Потрясающая история. В Афганистане очень много людей, которые, в принципе, могут с тобой поговорить по-русски. Но он говорил на абсолютно чистом русском языке, с акцентом восточным. С восточным акцентом. Но выучить так язык, мне кажется, невозможно. Но мы так, с небольшой опаской, он стал спрашивать, откуда мы, зачем, куда едем, откуда едем, для чего прилетели. Ну, мы отвечаем так на эти вопросы. И потом я у него спрашиваю, я говорю, откуда ты так хорошо знаешь русский язык? Он говорит, а я русский. Потрясающая история. Вот он абсолютно был похож на афганца. То есть он стоял вот в афганской национальной одежде, с бородой. И он говорит, я русский. Зовут, говорит, меня когда-то звали, говорит, моя фамилия Оленин. Звали меня Алексей. Я, говорит, родом из Самарской области. Я не поверил собственным ушам. То есть я слышал на тот момент, что в Афганистане осталось определенное количество наших солдат. Но я никогда, я к тому моменту не первый раз был в Афганистане, я никогда с ними не встречался. И тут вдруг вот этот вот человек, он говорит, вот я такой-то, такой-то. Начинаем, значит, с ним разговаривать. Я говорю, слушай, есть здесь место какое-нибудь, где мы можем спокойно сесть и пообщаться, и расскажешь свою историю. Он говорит, да, у нас здесь, говорит, есть там, типа вот что-то наподобие гостиницы. Я говорю, ну давай тогда нас вот в этом наподобие гостиницы и поговорим. Мы приезжаем, небольшой караван-сарай, три комнаты, огромные комнаты. Ну и в этих комнатах, значит, размещаемся и начинаем с ним разговаривать. И он рассказывает. Ему оставалось всего меньше даже, чем полгода до дембеля. Был водителем. Был водителем. Шла колонна. А когда шла наша колонна, значит, там же заправок нет. Соответственно, в составе колонны всегда шла машина с топливом. И если нужно было заправить там бронетранспортеры, там, да, или же другие автомобили, соответственно, она подъезжала и заправляла их. И вот он был водителем вот этого заправщика. Говорит, ехали абсолютно спокойно, никаких обстрелов, ничего. Говорит, уже несколько часов, говорит, тряслись, перемещались из одной воинской части в другую. Говорит, я решил, говорит, остановиться, говорит, по нужде сходить. Говорит, останавливаю машину, даже ее не глушу. Вижу, там, наши, там, идут медленно, да, там, грузовики уходят. Ну, я, говорит, раз, за камень. Чтобы не на дороге, говорит, за камень. Оп, спрятался. У меня, говорит, на плече автомат, патрон в патроннике. Но запрещено всегда, да, патроны в патроннике. Вот тот, кто служил в армии, тот знает, автомат должен быть на предохранителе. Но в Афганистане, он говорит, у нас всегда был патрон в патроннике уже. Нужно было только снять там с предохранителя, да. Иногда даже на предохранителе не держали автоматы. Сразу можно открывать огонь. И я, говорит, вдруг в какой-то момент смотрю, что у меня кто-то, значит, ну, автомат. Вот кто-то что-то делает с автоматом. Я поворачиваюсь и вижу двух молодых, значит, пацанов афганских. Одному, говорит, лет 10, не больше. Другому, как потом, выяснилось, 14. Они, говорит, подкрались ко мне, говорит, так тихо, говорит, что я даже, ну, просто ничего не слышал. Они подкрались сзади и хотели вытащить сразу из автомата магазин. То есть снимается магазин, да. И после этого уже там, как говорится, можно нападать смело. Но я, говорит, почувствовал вот это шевеление автомата. Я поворачиваюсь, сразу, говорит, снимаю автомат и тут же стреляю. И автомат дал осечку. Говорит, никогда, говорит, не забуду глаза, говорит, этого афганского пацана, который вот постарше. Он, говорит, понял, что он был сейчас вот, ну, практически на волосок от смерти, да. Автомат дает осечку. Я, говорит, испугался, что я только что должен был его убить. Да, я его не убил. Вот мы встретились взглядом и, говорит, больше ничего не помню, потому что сзади в этот момент кто-то меня ударил по голове. Я упал и очнулся, очнулся, там, говорит, я, говорит, даже не знаю, через какое время я очнулся. Очнулся от того, что мне больно, моя голова обо что-то бьется. Я открываю глаза и вижу, что уже взрослые, значит, боевики, душманы тащат меня за ноги в горы, уносят в горы. Этих пацанов, говорит, я уже не видел, вот они меня тащат, я бьюсь головой об камни. И вот от этого пришел в себя, продолжим, через несколько минут уходим на рекламу. Это радиофенам.фм, частота 99,6, в эфире «Искусство возможного». И мы вот сегодня говорим, вспоминаем историю одного нашего солдата, бывшего солдата 40-й армии, которого вот так вот неожиданно мы встретили в Афганистане. И вот он рассказывает, говорит, я, говорит, открываю глаза, вижу, они меня тащат в горы, и я понимаю, что все, я попал в плен. Я попал в плен. Притащили в лагерь, к полевому командиру. Значит, задает какие-то мне вопросы, я, говорит, ничего не понимаю. По-английски, я, говорит, английским владел там в рамках школьной программы, и то, говорит, никогда не блистал там никакими знаниями английского языка, так жестами там вот что-то объясняю им, что я ничего не понимаю. В итоге бросили в яму. Говорит, ямы размером полтора на полтора шага, и, говорит, меня бросили. И просто глубокая яма, без крыши, без ничего. Два раза в день там бросали что-то мне в эту яму для того, чтобы я что-то такое там поел. Потом несколько раз, говорит, вытаскивали меня, нашли какого-то человека, который более-менее говорил по-русски, и начали задавать мне вопросы там, какая воинская часть, чего я им объясняю. Я говорю, обычный водитель ехал в этой колонии, а дальше вы сами уже все знаете. И снова в эту яму. Потом, говорит, еще разочек меня вытащили, и начали такие интересные разговоры, говорит, со мной вести. А это правда, что вот вы там неверные, когда у вас человек умирает, вас закапывают не лёжа, а стоя, допустим, в землю. Он, говорит, я, говорит, им объясняют, с чего вы это взяли вообще, что это за ерунда. Да, а вот интересно, а почему вот глаза голубые? А это правда, что голубые глаза вот бывают только всегда у неверных? Он, говорит, ну ерунда, ну посмотрите, среди ваших людей, наверное, тоже найдется кто-то с голубыми глазами. И вот так вот продолжалось на протяжении четырех месяцев. Он, говорит, я вообще не понимал, что происходит, потому что я, говорит, очень много слышал историй, когда наши ребята попадали в плен, но их или же сразу убивали, ну вот чтобы такого, чтобы четыре месяца держали в этой яме, и, собственно, никаких действий больше не предпринимали в отношении меня. Я, говорит, не понимал вообще, что происходит. У этого полевого командира, он, говорит, был человек такой, достаточно уже в серьезном возрасте, там 60 с лишним лет, у него был сын. И вот этот сын вечерами, значит, подходил к яме, в которой сидел наш Оленин, он подходил к этой яме, и на оманом английском языке они начинали общаться. Этот у него спрашивал там, ну вот расскажи там вот о том месте, откуда ты родом, да, вот он начинает ему рассказывать, вот у нас там такие-то там дома, там вот у нас вот то-то, а этот ему рассказывает там какие-то свои эти истории. И он, говорит, может быть, может быть, меня спас, говорит, именно вот этот сын полевого командира, что меня просто не расстреляли ничего, а вот решили сохранить жизнь. Однажды, говорит, он ко мне приходит ночью, и, говорит, я, говорит, тебе книжку какую-то нашел, не знаю, говорит, что за книжка, ну, говорит, на русском языке, говорит, книжка, говорит, держи. И швыряет мне, говорит, эту книжку в яму. Я, говорит, смотрю, а это большая медицинская энциклопедия. Говорит, ну я так ей обрадовался, потому что, ну, еще немножко уже одичаешь окончательно. Я, говорит, начал листать, говорит, эту книжку, выучил всю эту энциклопедию, вы представляете? И в какой-то момент, значит, то ли его в очередной раз они вытащили, а не, они его вытащили из этой ямы и уже больше туда, собственно, не отправляли, потому что бежать ему было некуда, это горы, дороги он не знает, там в любой момент они его догонят. И он, говорит, я уже так нормально, спокойно перемещался по их лагерю, они абсолютно не скрывались, никто, говорит, меня там не бил, ничего. Позвали меня в какой-то момент, и, говорит, у нас вот человек, а я, говорит, объяснил, что это медицинская энциклопедия, да, и вот меня позвали, говорит, может быть, там что-то написано, вот у нас человек болеет, почитаем, может быть, там написано, как его вылечить. Я, говорит, ну вот представляешь, говорит, тебе дают медицинскую энциклопедию, да, ты ее выучил наизусть, ну ты же ни черта в этом не понимаешь. Ну я, говорит, давай вот, давайте там вот, может быть, аспирин у вас есть, там найдите вот эти вот, дармен, лекарства, притащите то лекарство, другое, попробуем это человеку. Ну, в общем, повезло, человек выздоровел. Человек выздоровел, и они ему стали говорить, ты, наверное, точно врач, ты, наверное, никакой не водитель, ничего. Он говорит, да нет, ребята, слушайте, я просто обычный водитель, вы же понимаете. В один из дней его приводят к полевому командиру и говорят, значит, вот тебе два бойца, пойдешь с ними, не объясняя, куда, чего. Говорит, но это было вечером, а днем я, говорит, сидел там в этом лагере, и я видел, говорит, как они взяли автомат Калашникова и в нем, говорит, сточили иглу. Он это назвал иглой-иголкой, то, что мы называем бойком. Вот я обратил внимание, что он употреблял уже вот это вот странное слово, да, игла-иголка, да, а не боек. Он говорит, я видел, говорит, они стачивают боек, говорит, в одном автомате. Ну, говорит, для чего стачивают, одному Богу известно. И тут мне, говорит, вот два бойца, значит, пойдешь вместе с ними. Мне, говорит, мы с ними ушли, и они привели меня к моей воинской части. До воинской части, вы, говорит, представляете, мои, говорит, ощущения, когда я, говорит, сижу за камнем на пригорке, и до моей воинской части где-то метров 250, не больше. Я вижу, говорит, как у меня там внутри, да, там перед КПП ребята ходят наши, машины въезжают, выезжают, бронетранспортеры. Двести пятьдесят метров, и там свои. А я, говорит, здесь за этим камнем, и я, говорит, понял, что они задумали. Они думали, что я, когда увижу эту историю, да, я сразу патрон в патронник и начну стрелять по этим двоим, которые со мной, душманы. Но я понял, что вот этот вот боек они заточили именно в том самом автомате, который дали мне. Я, говорит, не сделал этой попытки. Это была проверка, я слышал, говорит, про такие проверки, которые они проводили в свое время. Я, говорит, стрелять не стал. И, говорит, мы вот так вот где-то полчаса понаблюдали за нашей воинской частью, и они сказали, все, уходим, мы вернулись в лагерь. Говорит, не представляете, в каком я был состоянии, когда, говорит, мы отдалялись с каждым шагом от собственной воинской части. Пришли в лагерь. Ну и дальше ситуация с ним развивалась следующим образом. Они стали считать, что он врач. Он стал, собственно, совершенствоваться в этой медицинской практике. Я ему задал прямой вопрос. Я говорю, слушай, обычно, когда духи брали наших ребят в плен, они повязывали их кровью. Таких случаев было очень много. То есть они заставляли наших солдат, которые в плену, стрелять по своим. И тогда у них появлялась полная гарантия, что они, собственно, уже не убегут, не предадут и так далее. Я говорю, вот было что-то такое? Он говорит, моя совесть абсолютно чиста, на моих руках нет крови, абсолютно ничего. Я говорю, ладно, рассказывай, где ты жил. Давай в подробностях. Он мне говорит, поселок Отрадный, Самарская область. Я говорю, что с родителями, есть какая-то информация? Он говорит, информации нет. 24 года он прожил в Афганистане на момент встречи с нами. 24 года. Звали его Рахматулло на тот момент. Он, естественно, принял ислам. У него была жена и четырехлетняя дочка. И я у него спросил, я говорю, а как так получилось, что женился, ну расскажи. Он говорит, слушай, ну война уже закончилась. Талибы, говорит, вначале пришли в пулихумри. У меня никаких документов, ничего. Меня, говорит, вызывают, я прихожу в талибскую администрацию. Власть поменялась, талибы теперь, власть. Я, говорит, туда прихожу, чтобы получить на руки хоть какие-то документы, хоть какую-то бумажку. Я прихожу туда, сидит талиб. И он у меня спрашивает, ты, говорит, кто по нации? Я, говорит, ему говорю, шурави, советский. Он, говорит, на меня вылупился, говорит, какой ты шурави. Ты, говорит, разговариваешь со мной, говорит, на таджикском. И пишет мне, таджик. Сколько, говорит, тебе лет? Я, говорит, ему говорю, 43 или 44 у него тогда было. Он говорит, какие 43 или 44, отлично выглядишь. Пишу, 36. И вот, говорит, вот эти вот, вот она, говорит, эта бумажка, где написано, что я таджик, и что мне 36 лет, больше других документов у меня нет. Потрясающая, да, история? Дальше. Война закончилась, и вот этот полевой командир, значит, сына, сына убили, и полевой командир, он становится руководителем местной администрации. В один из дней он меня вызывает к себе, я, говорит, к нему прихожу, он мне говорит, Рахматулова, слушай, ну ты уже столько лет среди нас живешь, правоверный мусульманин, знаем тебя уже сколько, да, в разных ситуациях тебя видели. Давай мы тебя женим, чтобы все было как у людей. Я, говорит, ему говорю, ну давайте, да, давайте, давайте попробуем. Он говорит, есть на примете кто-нибудь? Он говорит, на примете у меня никого нет. Ну, говорит, ты же, говорит, видел, он мне говорит, что здесь же их не видно, имеется в виду девушек, они же все ходят с закрытыми лицами, да, только по рукам действительно можно определить там возраст. Говорит, и что делать? Он говорит, ну ладно, иди, найди кого-нибудь, потом придешь, мне расскажешь. Я, говорит, ухожу с этой задачей, что мне нужно кого-то найти для того, чтобы на ком-то жениться. И, говорит, подглядел. В общем, дело техники, он подглядел там за девчонками, увидел одну, она ему понравилась, и он приходит, значит, вот этому полевому командиру, говорит, вот такая-то, такая-то. Тот отправляет жену и свою сестру сватать. Приходит к родителям этой девушки, он говорит, мне повезло, что ее родители, отец в первую очередь, он работал с советскими специалистами, которые строили, говорит, цементный завод там где-то недалеко. И он очень хорошо, в принципе, относился к нашим людям. И когда, говорит, ему сказали, что вот бывшие Шурави, нынешние Шурави, даже не знаю, говорит, как они меня представили, хочет жениться на твоей дочери, он не сказал нет. Но попросил, чтобы, говорит, я собрал определенную сумму денег, 3000 долларов, ну, в качестве Колыма. Он говорит, где взять 3000 долларов? Вот я, говорит, открыл палатку, говорит, вот эту, и в этой вот, в этом дукане зарабатываю, говорит, деньги, ну, вот заработал вначале эти деньги, чтобы жениться, а теперь, говорит, вот кормлю семью. Значит, что мы делаем? Я звоню в Москву, в редакцию, и рассказываю, я говорю, хотите, верьте, хотите, нет. Вот он сидит рядом со мной, называет, значит, имя и фамилию сестры, имя, фамилию, отчество, значит, матери, родителей. Я говорю, давайте попробуем каким-то образом их найти. Из Москвы, из редакции, звонят на наш корпункт Первого канала в Самару. Наш корреспондент Самарский выезжает сразу в этот поселок Отрадное, приезжает в этот поселок, находит его сестру, которая уже там под 60, родителей нет, родители умерли. Сестру находит, и я звоню в Москву, мне говорят, значит, номер телефона вот такой-то, код, значит, этого поселка Отрадное, такой-такой-то, звони. И мы позвонили, я развернул спутниковый телефон, набираю, даю трубку, значит, Оленину, а на том конце, в поселке Отрадное, его сестра. Я этот разговор не забуду никогда. Он говорит, Тамара, ее звали Тамара Яшникова, работала в Доме пионеров, но это раньше называлось Дом пионеров, сейчас это называется Дом творчества молодежи, по-моему, вот так вот это называется сейчас. Он говорит, Тамара, это я. Вы представляете, да, что это такое? Он плачет, сказать ничего не может. И она плачет на том конце. Потом немножко, значит, они успокаиваются, начинают, она говорит, ты где, что, когда, когда приедешь, как. Он пытается ей, Тамара, вот я в Афганистане, вот у меня жена, вот у меня дочка. Когда приеду, не знаю, когда приеду, может быть, приеду, может быть, не приеду. И все сквозь слезы. Я никогда не забуду такую фразу. Он ей говорит. Вообще вот по мере общения с этим человеком я все больше убеждался в том, что он стал за эти годы философом. Это вот чисто такой уже восток, вот такой вот восточный философ. Он вот любой, любой вопрос, какой вот не возьмешь, он все время его пытался ответить на этот вопрос вот как-то по-философски. Вот он ей говорит. Он говорит, Тамара, ну вот что такое жизнь? В одну дверь зашел, в другую вышел. Вот и вся жизнь. Эх, Тамара, говорит он, если бы правильно бы поняли. Вот так вот они поговорили. Потом я приехал в Москву. Это был, наверное, самый легкий репортаж из всех, какие мне доводилось делать. Потому что монтажа не было вообще практически никакого. И закадрового текста не было никакого. Я сделал репортаж на прямых склейках. То есть картинка о Ленина, который передо мной в пулях умри с трубкой спутникового телефона. И встык сразу, значит, его сестра, которая в Самаре. Ее снимает камера нашего корпункта самарского. Потрясающая история. Вся редакция просто была под впечатлением. И не только редакция. Ночуем там. Я ему говорю, слушай, значит, я говорю, я сейчас сделаю тебе предложение. Ты подумай. Не говори, нет, не говори, да. Ты просто подумай, а потом, там, хочешь завтра, хочешь послезавтра, скажешь свой ответ. Он говорит, а что ты имеешь в виду? Я говорю, я предлагаю тебе лететь со мной в Москву. Оттуда туда, домой. Он стал плакать. Он сел. И плачет. Остановиться человек не может. Мы к этому вопросу больше в этот вечер не возвращались, значит, переночевали. Утром он уехал, он ночевал дома у себя, потом уехал к себе, а потом вернулся, значит, к нам в караван-сарай, в эту гостиницу. И говорит, ты знаешь, я согласен. Я согласен, говорит он. И вот когда он сказал, что он согласен, я понял, что у него руки действительно чистые. То есть греха на этом человеке нет. В наших же, в своих же собственных, собственно, там, солдат он не стрелял. Потому что, ну, такую информацию утаить практически невозможно. Рано или поздно это станет явным. Станет даже, если ты скрываешь, это все равно станет явным. Он говорит, я согласен, только, говорит, как мне это сделать? Я говорю, значит, смотри. У нас сейчас еще один кишлак в плане. Мы должны еще туда добраться, значит, за останками нашего солдата. Вот тебе деньги, вот тебе машина. Значит, водитель знает дом, в котором мы поселились. Поезжай в Кабул и жди нас там. Я говорю, нам дня два нужно добраться до этого высокогорного кишлака очередного. И мы вернемся в Кабул, и там дальше уже будем решать все вопросы по мере их поступления. Он говорит, хорошо. Я говорю, только купи, пожалуйста, себе нормальную одежду, потому что, ну, в таком виде в Москву лучше не надо. Приведи себя в порядок, купи какие-нибудь джинсы, постригись, бороду сделай покороче. Ну, в общем, понял? Он говорит, да, конечно, понял. Я отдаю ему, значит, даю ему деньги, и он на машине уезжает в Кабул. Через два дня мы приезжаем. Он ждет нас в нашем доме, вот в этом, в Кабуле. В пиджаке, который похож на пальто. То есть, насколько человек отвык от этой одежды, да, что он просто купил пиджак, который размеров на 6, наверное, больше. Значит, и джинсы. Джинсы у него, он их завернул практически до колена. Я говорю, значит, Леш, не пойдет. Пошли покупать другие вещи. Купили ему другие вещи, и с ним приезжаем в наше посольство. Приезжаем в посольство и приходим к нашему послу. Отличный совершенно человек, просто потрясающий. Потрясающе, его фамилия была Кабулов. Это наш посол в Кабуле. Да, такая вот история. Бесподобный, суперпрофессиональный человек. Мы ему говорим, заходим вот с ребятами из Аушевского комитета, мы ему говорим, так и так, мы нашли, значит, парня. И он не один, говорим мы ему, потому что Алексей нам рассказал еще про двоих. Он говорит, здесь есть еще два, прям в этом же самом пулихумри, еще двое русских. Я говорю, да ты что? Он говорит, да. Я говорю, кто такие? Он говорит, еще Юра Степанов, уроженец Уфы, Башкирия. И второе, Николай Выродов, уроженец Харькова. Мы эту информацию, соответственно, да, там с их именами, мы сразу же там по спутнику позвонили. Вот ребята сбросили всю эту информацию своим коллегам здесь в Москве, в Комитет воинов-интернационалистов стран СНГ, для того, чтобы те по каналам ФСБ пробили, что за люди, запятнанная репутация, совершали преступления или не совершали и так далее. И там перед отъездом, когда мы ушли в Паншер, а он уехал в Кабу, мы еще успели встретиться, значит, со Степановым и с Выродовым. Степанов, там другая история, Степанов, значит, ушел из расположения воинской части сам, потому что от дедовщины. В общем, старослужащие обидели, и он ушел за КПП, и там прям буквально в 50 метрах от КПП какая-то канава, он говорит, я решил там переночевать, чтобы утром вернуться. Ну, в итоге, в этой канаве его духи изобрали. А Николай Выродов, вот это вот странная история, вот это, наверное, тот самый случай, когда фамилия четко оправдывает человека. Он сразу сказал, что он никуда не поедет. И потом уже, вернувшись в Москву, мы прозвонили ситуацию и поняли, почему он сказал так. Он был одним из охранников Гюльбедина Хакметьяра по кличке Одинокий Волк и убивал там ни одного нашего солдата. И, соответственно, когда мы ему предложили вернуться, он сказал нет. А Степанов, у него кличка там в этом пуле Хумри была «Электрик». Удивительная история, у него была своя электростанция. Но не в том понимании, не в нашем понимании электростанция. Это была такая маленькая электростанция, какой-то ручеек там, какой-то вот этот ползаболочный где-то там на окраине пуле Хумри. Там все это дело течет. И он там поставил вот это вот какое-то колесо, турбину там и так далее, и так далее. И вот на три, на четыре квартала вот этих вот частных домиков в пуле Хумри, значит, поставлял вот эту электроэнергию. Пользовался очень большим уважением. У него была жена, дочка. Без разрешения жены этот человек не принимал ни одного решения. Мы вернемся в эту студию через несколько минут. Еще раз добрый вечер. Это радио Феном ФМ. Частота 99,6. В эфире «Искусство возможного» в студии Роман Бабаян. Степанов не принимал ни единого решения без разрешения жены. Вот такой вот классический подкаблучник. Мы ему говорим, Юра, а он помоложе, чем, значит, Оленин. Мы ему говорим, Юр, ты вообще как вот потенциально готов вернуться? Он говорит, я не знаю, как жена скажет. Ага. И мы поняли, что это случай тяжелый. Но, собственно, давить на человека не стали. И решили хотя бы там решить вопрос хотя бы с одним для начала. Да? С Олениным. Итак, в Кабуле мы ему покупаем нормальную одежду. Приезжаем в посольство. Послу объясняем ситуацию. Посол, недолго думая. А, посол говорит, ну документы есть какие-то. И вот он ему дает эту бумажку, где написано «Тоджик, 36 лет». И все, понимаешь, да? Посол берет эту бумажку, понимает, что это совершенно никакой не документ. И он делает ему паспорт. Он делает ему международный паспорт. Мы покупаем билеты. Первый канал оплачивает. Мы покупаем билеты и прилетаем в Москву. Значит, комитет воинов-интернационалистов снимает номер в гостинице «Космос». Ребята, мы прилетели в Москву. Во-первых, все началось в аэропорту Кабула. Когда он у меня спросил, говорит, а вот куда наши чемоданы? Мы поставили чемоданы, и они в какую-то камеру туда, в эту дырку, говорит. Это что такое? Я говорю, слушай, ну это вот проверка там безопасность, багаж и так далее. Он говорит, хорошо. Мы приезжаем, значит, в Москву, едем из аэропорта, он по сторонам смотрит. Ну вы представляете, да? Он смотрит по сторонам, потом приезжаем в гостиницу «Космос», да, все в огнях. Тогда еще казино у нас работали, да, там жизнь кипит в вестибюле, кругом барные стойки какие-то с напитками. И он говорит, мне что-то не очень хорошо. Говорит, давай, говорит, пойдем быстро в этот самый, в номер. Я лягу спать. Я говорю, нет, спать не ляжешь, давай в номер, вещи бросаем в номере. Я говорю, жди меня, значит, я сейчас заберу свою машину со стоянки, и я тебя провезу по Москве, потому что рано утром у нас самолет на Самару. Я говорю, я тебя хотя бы по ночной Москве провезу. И вот я ему устроил экскурсию по Москве ночной. Ну, описывать реакцию, ну, это невозможно. Можете себе представить, что это такое. И вот утром мы вылетаем все в Самару. Приезжаем в Самару. В Самаре, значит, нас ждут ребята, тоже из комитета воинов-интернационалистов. Мы садимся в машины и приезжаем в поселок Отрадное. Приезжаем в поселок Отрадное. Дом пионеров, вот это дом творчества молодежи. На втором этаже, в такой-то, в такой-то комнате, значит, ребят нам говорят, там вот сестра сейчас проводит какие-то занятия. И его сестра, Тамара Ивановна Яшникова, Ивановна она, по-моему, да. Оператор, значит, заходит в дом пионеров, в этой аудитории выставляется камера, все. И потом, значит, они нам звонят, говорят, все, мы готовы, давайте. И мы выходим, значит, с Алексеем, мы заходим в класс. И сестра, когда его увидела, упала в кадре, прямо ей стало плохо, она потеряла сознание. Ну, пришли потом радость, несколько дней, значит, общения. И мы оставляем его там, он там гостит за это время, за это время. Значит, по линии, у него международный паспорт, российский международный паспорт. Но ему нужен обычный паспорт обычного человека, да, то есть общегражданский паспорт. Этот паспорт дают в паспортном столе Министерства внутренних дел. Соответственно, Комитет воинов-интернационалистов, письма Аушева в МВД, из МВД директива в МВД по Самарской области, там ему дают этот паспорт. Он уже с обычным российским паспортом оформляет приглашение для своей жены и дочери, которые являются гражданами Афганистана. То есть он оформляет приглашение. На основании этого приглашения они должны получить российскую визу, и он может их сюда, значит, ввести. С руководством Самарской области идут переговоры о том, что руководство Самарской области готово выделить ему квартиру, однокомнатную квартиру. Губернатор сказал, не переживайте, выделю однокомнатную квартиру. Случай совершенно выпьющий, такого у нас в области не было. Так что спокойно, пускай парень, значит, забирает жену, дочку, и ввезите их тоже сюда, значит, будут жить здесь. С трудоустройством поможем, и так далее, и так далее. Вот он какое-то время, значит, гостит, навещают они родственников с сестрой на кладбище. Мы снимали, как он на кладбище, на могилу к родителям пришел. Ну и потом он улетает в Афганистан. Он улетает в Афганистан, ну вместе с нами, естественно. Все у нас в кадре происходит. Он вместе с нами летит туда. Мы забираем, значит, его жену с дочерью. Жена Наргиз, дочка Жасмин. Прощаемся с родителями, они прощаются с родителями, мы все это снимаем, родители плачут. Мама не хочет, чтобы она уезжала, папа говорит наоборот, давай, дочка, уезжай, все нормально. Мы их привозим, мы их привозим, и оставляем, значит, в Самаре, чтобы они обжились. Квартиру дают однокомнатную, документы, значит, там практически все готовы. Все хорошо. Руководство Первого канала мне говорит, надо сделать документальное кино на эту тему. Я говорю, хорошо, проходит, проходит где-то месяца три, и я уже практически закончил монтаж документального фильма, вдруг раздается звонок. Я сижу на телецентре, раздается звонок, я подхожу, а Ленин говорит, я в Шереметьево-2, мы улетаем назад. Я говорю, где? В Шереметьево-2? Назад улетаешь? Он говорит, да. Я говорю, ну сиди, жди меня, я сейчас приеду. Мы, значит, прыгаем в машину, приезжаем в аэропорт с камерой, с оператором. Я злой тогда был, как собака просто. Я ему говорю, слушай, ты думаешь, что у меня больше нет никаких других дел, только оленина все время из Афганистана привозить в Россию? Я говорю, какого черта ты обратно собираешься отсюда улететь? И мы, разговор идет, значит, жена у него сидит под табло в зале вылета, да, в Шереметьево, а мы с ним у барной стойки. И кругом объявления такие, самолет, там регистрация началась, там рейс на Нью-Йорк, на Париж и так далее. А параллельно, а Ленин мне говорит следующее. Он говорит, ты знаешь, говорит, у меня жена болеет, ни одна бабка, ни один врач не может ее вылечить. И жена говорит, что это сделала все ее мама, потому что ее мама самая большая и мощная колдунья в Пули-Хумри. А тут самолет на Париж, самолет на Рим, а он мне про колдунью рассказывает. Я ему говорю, подожди, какая колдунья? Я говорю, сколько мы потратили сил для того, чтобы вас сюда притащить? Скольких людей? Мы просили, сколько людей, пошел он навстречу, и ты улетаешь, колдунья, что такое? Он говорит, я ничего не могу поделать, у меня жена болеет, и они улетели. Они улетели. За это время я меняю место работы. С одного канала перешел, ну так получилось, перехожу на другой. Вдруг раздается звонок, я подхожу к телефону, и звонит руководство первого канала, и мне говорят. Звонил Ленин, значит, а, он, жена сейчас туда полетит, она с мамой договорится, и мама, наконец, значит, простит, даст ей добро, чтобы она жила, значит, теперь в России, и вот сразу все будет хорошо, и мы тут же прилетим назад. Я говорю, отлично. Он звонил Ленин и говорит, что его не выпускают из Пули-Хумри, и он не может оттуда уехать, поэтому нужно ехать за ним. Я руководству говорю, вы знаете, я обычный журналист, а не группа спецназа, кто его не выпускает? Не выпускают маджахеды, которые контролируют этот Пули-Хумри. Я говорю, да, они говорят, да. Я говорю, ну хорошо, ладно, посмотрим, что сможем сделать. И мы летим, приятной компанией, с тем же оператором, естественно, с тем же ассистентом оператора, Рома Михаленко, оператор потрясающий. Мы прилетаем в Пули-Хумри и выясняем, приходим к ним домой. Дома никого нет. Начинаем искать, спрашиваем у дуканщиков, где Рахматулло? Они говорят, Рахматулло, он сейчас живет у родителей своей жены. Приезжаем туда, откуда мы, собственно, забирали тогда вот последняя вот наша поездка, где мы прощались. Приезжаем, действительно, они там. Что такое? Значит, он, помимо того, что жена должна была выздороветь, он еще хотел продать тот дом, который у него был в Пули-Хумри, за 50 тысяч долларов, на секундочку, для того, чтобы у него был подъемный капитал для открытия бизнеса в поселке Отрадное. Но когда он приехал, значит, маджахеды, которые контролировали, полевой командир, который контролирует Пули-Хумри, сказал он, нет, ты никуда не поедешь. А натравил, догадайтесь, кто? Господин Выродов. То есть, когда он понял, что мы действительно, реально уже приехали, забрали и жену, и дочку, и он понял, что таким образом Рахматулло теперь будет жить уже не в Пули-Хумри, он пришел и натравил вот этих людей и сказал, что, ну вот, надо что-то сделать. Они отняли дом, а Алексею нужен был этот дом, потому что вот он хотел на эти деньги какой-то бизнес, да, начать. Ну и, соответственно, контролирует, ну что такое вот Пули-Хумри, там две улицы, да, и уйти бесследно, незаметно невозможно, да. Соответственно, мы когда туда приехали, там у них целый цирк, то есть опять приехали какие-то шурави, и мы тоже под прицелом 28 тысяч глаз. Я говорю, хорошо, а что мы можем сделать? Вот мы с ребятами сидим, общаемся, что мы можем сделать? Значит, забрать их, посадить в джипы, уехать отпадает. Соответственно, единственный вариант это договориться каким-то образом с полевым командиром. Я говорю, хорошо, решение принято, завтра выдвигаемся к полевому командиру. Мы ночуем, и рано утром, значит, садимся в машину и едем к полевому командиру. Подъезжаем, шикарный дом, высокий забор, железная дверь, я, значит, стучу в эту дверь, открывает человек с автоматом. Я с ним здороваюсь, я говорю, вот мы такие-то, такие-то, нам бы вот встретиться вот с таким-то, таким-то. Он говорит, заходите, мы заходим, он нас заводит в дом, на первом этаже огромная, значит, комната, вот эти вот подушки, матрасы, значит, на полу. Мы садимся, перед нами небольшой дастархан, приносят чай и лепешки. Стандартная афганская история. Мы сидим троем, сидим троем, где-то минут 15, никого нет. Через 15 минут, значит, заходят три человека и садятся напротив нас. И один, который в середине, по тому, как они к нему относились, да, и что они, ну, какие знаки внимания ему оказывали, я понял, что это, как бы, главный. Я молчу, и он молчит. Вот, начинать разговор первым по восточным, по афганским вот этим понятиям нельзя, потому что таким образом ты проявляешь нетерпение, а это значит неуважение к хозяину. Нужно дождаться, когда хозяин скажет, там, элементарно, какое голубое сегодня небо. Это будет сигналом, что можно начинать говорить. И вот мы сидим, пьем чай и улыбаемся друг другу. И вот так вот минут 10. А нервы, это же нервы все, да, и вдруг он говорит, ну, добро пожаловать, как ваши дела. Я говорю, спасибо вам большое, у нас все хорошо, как ваше здоровье. Он говорит, отлично. Ну, и дальше молчи. И он мне говорит, добро пожаловать в Афганистан, первый раз здесь у нас. Я говорю, нет, не первый раз, уже был неоднократно. Он говорит, отлично, я могу чем-то вам помочь. Я говорю, можете, я говорю, я вот хочу Рахматулла забрать. И рассказываю ему, что родители умерли, пока 24 года он здесь жил, там, сестра уже, там, в возрасте, да. Он первый раз увидел, там, своих племянников, там, у племянников уже дети, он их не видел. Он все внимательно слушал, 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 и потом мне говорит, вы знаете, а я вас знаю. Сказать, что я в тот момент очень напрягся, это не сказать ничего. Потому что, когда тебе полевой командир в Афганистане говорит, что он знает, предположить, что он смотрит программу «Время» вечерами и является твоим благодарным фанатом, это вряд ли, да. Ну, значит, что-то тут не то. Я говорю, да, а где мы где-то как-то встречались? Он говорит, да, 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 конечно, мы встречались. Я говорю, где же мы встречались? Он говорит, я даже помню, что у вас была американская военная форма. Ну, думаю, с каждой секунды дела становятся все хуже и хуже, потому что американцы в Афганистане, их все не любят, и тут на мне, оказывается, была американская военная форма. Я ему говорю, я никогда в жизни не носил никакую военную форму. Он говорит, не-не-не-не, а я помню, у вас была такая куртка, такая вот форма летчика американского. Это, говорит, был 96-й год, Чарикар. Чарикар – это пригород Кабула, и я вспоминаю, что именно в пригороде Кабула в 96-м году я брал интервью Ахмад Шах Масуда, и этот человек был его заместителем. И он мне говорит, слушайте, я помню, Масуд подарил вам теспе, это четкий, четкий. Он вас уважал, говорит, вы не этот полевой командир. Если, говорит, Масуд вас уважал, значит, и я сделаю все, что вы попросите. Вы его хотите забрать, счастливого вам пути. Я, говорит, дам вам машины есть у вас, могу дать машины, охрану и так далее. И они нас отпускают. Они нас отпускают, просто какая-то фантастика, невероятная история. Я вспомнил, что вот эта куртка, про которую он говорил, в 96-м году, просто я купил себе теплую куртку. Помните, вот такие были куртки в моде со всякими нашивками, Air Force там, да, US Air Force и так далее. Просто, чтобы было тепло. И этот человек запомнил эту куртку и узнал меня спустя столько лет. Вы представляете? И как вовремя это произошло. И мы выдвинулись в Кабул. Из Кабула, значит, из Кабула снова самолет. В Москву. Из Москвы в Самару. Поселок Отрадное. Ну а дальше, дальше, дальше даже немножко смешно. Ну, значит, Алексей начал обживаться. Начал обживаться. Значит, каким образом? На рынке местном познакомился с таджиками, с ребятами, которые нередко встречаются у нас. И с ними, значит, скооперировался. Они купили несколько вот этих вот железных контейнеров морских. На рынке их поставили и стали продавать обувь. Ну, жилка какая, да? Продают обувь. Язык один и тот же. Прекрасно себя чувствует. Все. Продает обувь. Степанов. Мы, значит, когда несколько раз летали за Лениным, привозили ему письма от родителей. Он читал эти письма и говорит, я должен посоветоваться с женой. Наконец, жена сказала да. Электрик взял жену, взял своего ребенка. И они тоже сейчас живут на территории России. Я связывался относительно недавно с ребятами. Вот из Тольятти, из Самары. Вот ребят, с которыми мы были тогда вот в этой поездке. Я у них спрашиваю. Я говорю, как там о Ленин? Говорит, слушай. Потрясающая история. Говорит, обиделся, что власти Самарской области дали ему однокомнатную квартиру. И все говорит. Вот смотрите, Юрк Степанов приехал в Уфу. И президент Уфу ему сразу трехкомнатную дал. А мне однокомнатную. Ну, представляете, квартирный вопрос начинает портить как быстро человека. Но, тем не менее, все нормально. Живут, осваиваются. Жена уже разговаривает по-русски. Прекрасно. Никаких проблем. Меня в тот момент, когда мы его вот, когда только встретились, с ним перевозили его сюда. Меня очень многие люди там в разных местах. Я же, вот все, что мы снимали, я периодически все это делал, делал из этого материала там специальные репортажи, да, и мы показывали все это в новостях. Меня люди прямо на улице останавливали. И очень многие говорили такие вещи. Говорят, вот вы, когда принимали решение, в очередной раз сломать судьбу этого человека, по большому счету, не страшно было? И я понимал, о чем они говорят, потому что, ну вот представьте, 18 лет парень, да, ему исполняется 18 лет, его забирают в армию. Из этих 18 лет всего там, ну, небольшое число лет, когда он уже более-менее сознательная личность, да. И потом 24 года этот человек живет совершенно в другом мире, в другие условия, все другое. И тут мы появляемся и говорим, давай мы попробуем эту жизнь начать заново, сломаем вот все, что было, и давай все с нуля. Я задавал себе этот вопрос тоже. Долго над ним думал. Ну, знаете, я скажу так, что если бы кто-то из тех, кто у меня об этом спрашивал, хотя бы, как я это говорю, левым глазом, одним только левым глазом, видел бы, что такое Пулихумри, так называемый город Пулихумри, в каких условиях там живут люди и вообще что это такое, я думаю, что вопрос, надо ли было второй раз, вот так вот уже достаточно взрослого человека, вмешиваться в его жизнь и заставить пройти вот то, что он прошел. Я думаю, что больше таких вопросов, наверное, бы не было. А выродов так и остался там. Выродов так и остался там. И, собственно, таких вот как выродов, я думаю, тоже немало. И когда вот мы занимались судьбой вот о Ленина, я все время думал над словами, которые произнес генерал Громов. Вы помните вот эти вот, опять же, возвращаемся к этому мосту, да, эти кадры, когда уходят наши войска и когда генерал встречает его сын, потом он дает интервью программе «Время» и говорит, что за моей спиной не осталось ни одного солдата. Очень хотелось бы, чтобы действительно в Афганистане, даже сегодня, спустя 25 лет после того, как мы оттуда ушли, не было бы наших солдат, но они даже и сегодня там еще есть. Спасибо еще раз всем. Встречаемся в этой студии через неделю. Это была программа «Искусство возможного».